друзья всем огромный привет сегодня поработаем с остатками пенополистирола попробуем его поэкспериментировать с растворителем с ацетоном сделаем с него какое-нибудь вещество поработаем поплавим так что вам всем приятного просмотра поехали думаю будет интересно ну а сегодня поработаем 646 растворителем и с ацетончиком возьмем два практически одинаковых короткий кусочка вот так вот посмотрим кто из них быстрее съедает плавит наш пенополистирол а потом уже будем дальше разводить его и смотреть что у нас из этого получится теперь просто опускаем эти два одинаковых кусочка никакого монтажа здесь нету как видите реакция сразу пошла давайте уже видим что ацетон лучше справляет в данной ситуации растворитель же хуже съедает он почему-то уже перестал плавить как будто насытился и все слушайте но он вообще не плавит дочь короче будем работать наверно только с ацетоном этот кусочек оставим чтобы он дальше растворился но видите здесь у нас осадка правда никакого нету получается однородная жидкость такая правда пенка от реакции а так никакого осадка нет ацетон же хорошо съедает но есть осадок сейчас вами ацетон добьем до одной фракции чтобы одинаковая субстанция нас было и попробуем его использовать то есть видите до сих пор здесь прям реакции практически никакой уже нету вот такая слабенькая слабенькая в общем растворитель пускай пока расплавляет этот кусочек мы еще попробуем немножко добавить ацетон уже видите густая масса стал но еще жидкость вверху плавает сделаем с вами какой-нибудь супер пупер клей еще добавим не был немного потому что еще есть жидкость такая кашеобразная уже получилось у нас ведь никакого осадка нет однородная масса растворитель же наконец-таки расплавил наш кусочек но даже не справляется маленький маленький плавает и получилась такая вот розового цвета жидкость оранжевого наверно больше ярко-оранжевого но я думаю тоже будет хорошее покрытие защиты сейчас мы попробуем на небольшом кусочке пеноблока растворитель что-то что это жилье просчертил также сейчас возьму прям полью пускаем впитает в бетон чтоб нам завтра можно было понять что он себя будет представлять я думаю всем интересно будет таким жидким если поливать но опять же это поливать может быть кисточкой там покрасить какое-то потому что все-таки пенопласт он боится ультрафиолета а пеноплекс он не так боится ультрафиолета я думаю в один слой хватит и прямо в одном месте сейчас чуть-чуть намажем чтоб нас клей остался сейчас мы хорошенечко вмажем ведь начинает подсыхать начинает тянуться в одной массе долго сохнет а вот когда на открытом воздухе начинает быстро сохнуть ну вот так вот и оставим также подписал деревяшку ацетон и 6 6 растворитель также прям сверху немножко полью пропитаем нашу древесину тоже оставим ее до завтрашнего дня и завтра вам покажу результат я думаю будет интересно нанесем наш с ацетоном раствор на дерево лучше наносится сразу говорю все нанесли также оставим сохнуть и посмотрим завтра попробуем нальем еще к стилола попробуем съедает ли он пеноплекс по самому интересно ну тоже реакция есть но слабенькая я выдавлю он до сих пор видите чуть-чуть нет очень медленно съедает то есть ацетон в разы лучше медленно медленно зато получается такая оранжевая оранжевая народная смесь вот и не знаю что лучше завтра мы проверим короче всего хуже чем растворитель растворяет убираем сторонку то есть здесь ничего такого интересного нет сейчас попробую два кусочка деревяшек склеить этим раствором с ацетоном и вот так вот склеиваем и оставим это тоже высыхать пробуем абсолютно гладкий пластик не обезжиривая ничего прям как есть ведь как плохо наносится на пластике очень плохо себя ведет гладкая поверхность абсолютно намышек не отступим от своих идей все равно попробуем уж не буду я показывать за кадром там обманывать как есть так и есть вот он плохо наносится на пластик но все равно попробуем его склеить вот так вот сейчас раз давайте попробуем сам пенополистирол между собой склеить что будет так вот намазал жирненько и сейчас склеим также оставим сохнуть и посмотрим что будет этим же заставом попробуем склеить пенопласт обычный не экструдированный обычный простой посмотрим что будет с ним все оставляем это сок мне очень интересно если налить жидкость которую мы разбавляли в растворителе получается на пенополистирол и между собой его склеить вот так вот оставим вот так вот оставим до завтра прямо на ваших глазах чтобы вы завтра увидели как это все есть то есть наши все испытуем и никуда не уношу и так друзья у нас прошло 12 часов как помните мы склеили разными веществами это у нас был просто растворитель но увидите просто выел пеноплекс то есть сам пеноплекс он не клеит пробовали растаяние в ацетоне пеноплекс а но этот уже крепче но он тоже съедает такие вещества как пеноплекс пенопласт клеить не будет хотя пенопласт он крепко склеил он не по тому месту но он его внутри съел то есть вот так же для пенопласта пеноплекса не годится вот наш пластик так как теперь его попробовать оторвать слушайте но пластик хорошо держит между пластиком склеился хорошо то есть я вот ножом надо прорезать хорошо склеивает ребят как ведь приходится ломать пластик чтобы разошелся то есть для пластика клей получается хороший цветной можно что бы даже задекорировать чем у нас деревянкой руками не получается разорвать ну и как видите с куском деревяшки оторвалась то есть волокнами дерево отрывается для дерева тоже клей хороший на разрыв ножиком только ну и вот у нас получилось еще вот мы покрывали с вами деревья здесь получилась такая гладкая поверхность именно с ацетоном который здесь ацетон нас было разбавлен а это 646 растворитель тоже поверхность такая гладкая но не сильно блестит это очень блестит просто интересно как он себя адыгезия в принципе получается хорошая с ножом ножом срезать надо попробуем налить немножко приводы на него и посмотрим то есть видите да вода не впитывается мало разбавленный раствор но вода не впитывается то есть мы видим то у нас сухенько деревяшка сухая здесь тоже самое я понимаю что вода тоже впитываться не будет если вот допустим вот здесь вот то у нас немножко намокло дерево а здесь все сухо здесь смотрим что у нас произошло с пеноблоком видим отслоилось просто отошел то есть таким от пористым материалом как пеноблок он не работает и он такой как видите в руки это на ацетоне но вот на растворителе он видел прям пленочка я думаю также ничего вода не будет впитываться но видно все сухо вода не впиталась она находится на поверхности вот здесь нальем капни водички она у нас сразу видите впиталась то здесь она просто собирается сверху и как защитно такое покрытие можно покрывать так что делаем выводы покрывать пористе на блоке что такое можно творителем разбавленным спинат пенополистиролом но никак не с ацетоном соцетоном видели сами может быть конечно было поверхность зачистить там загрунтовать я этого не преследовал мне нужно было показать как это будет в реальной обстановке действуйте работать еще раз повторюсь друзья дереву адгезия хорошая а вот пористым материалом не очень растворитель 646 тоже хорошо себя показал как пропитка защитная пропитка надо попробовать кстати на горючий как-то будет гореть ну как обычное дерево как смола все это горит конечно не поддерживает горение то есть затухает горение не продолжается в принципе вот так видите да не поддерживает горение как бы оплавливается обугливается ну что хотели бы температура большая но и тем не менее даже вот при нагретом состоянии где нагрелась надо срезать вместе с деревом друзья получился такой вот выпуск мне интересно просто было как это работает все проволоком полистиролом сами видели что склеивать что не склеивать на каком материале держится никакой нет может быть вам интересно будет на чем-то еще попробовать что склеивать что не склеивать вы обязательно пишите в комментарии попробую это повторить если вам понравился данный ролик обязательно палец вверх обязательно пишите ваше мнение вам желаю всем крепкого здоровья всего всего самого хорошего до новых встреч пока пока